Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Слушайте в этот четверг в 10.00. Теперь можешь делать покупки в Риме еще удобнее. Покупай на Риме LV в удобное для тебя время и выбери самый удобный способ получить продукты. Заедь в Риме Драйв в магазине Озолс или получи покупки уже сложенными в пакеты в магазинах Озолс и Спица или же закажи доставку покупок. Делая покупки в онлайн-магазине, можно воспользоваться всеми акционными предложениями Риме, участвовать в программе лояльности и копить деньги Манс Риме. Риме. Лучше с каждым днем. В оптике Филман найдешь себе пару. Покупай очки вдвоем, вторая оправа из коллекции Филман бесплатна. Очки от 55 евро. Проверка зрения и изготовление включены в стоимость. Очки Филман. Как проехать 50% времени с нулевым расходом топлива? Конечно, с гибридом Toyota. Например, выберите просторный Corolla Hybrid Touring Sports, цена которого начинается от 20 950 евро. Найдите свой гибрид Corolla на toyota.lv. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. И сегодня мы обсуждаем сетевые рестораны. Чем же они отличаются от отдельно стоящих? Почему они ближе зачастую нашим жителям, чем просто ресторан в городе? В чем секрет в сетевых ресторанах? Ну и, естественно, обсуждая такой важный вопрос, я не знала, кого позвать еще более опытный в этой сфере, более разбирающийся и открытый для того, чтобы дискутировать и отвечать на вопросы как мои, так и наших радиослушателей. Это представители сети «Лаги». Я бы сказала, сеть – это такие уже старички на рынке, которые выстояли все, уже, можно сказать, обросли таким панцирем, потому что было всякое, но об этом поговорим обязательно в программе. Сегодня у нас представители сети «Лаги». Это операционный директор Наталья Андреева. Добрый вечер. Добрый вечер. И Наталья Павлова, генеральный директор сети «Лаги». Добрый вечер. Добрый, добрый. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Спасибо, да. У нас сразу, я объявлю конкурс, как уже по традиции, сеть «Лаги» дарит 50 евро подарочную карту. Вы сможете выбрать, где и воспользоваться, правильно? Да, можно будет воспользоваться или в «Ганбэ», или в «Дарте», или в наших магазинах «Лаги гастрономии». Супер, супер. Ну, как раз в преддверии праздников это очень будет актуально. Значит, за что сегодня мы дарим призы? Вам нужно написать мнение, почему вам ближе сетевой ресторан, а не отдельно стоящий. Ну, или наоборот, кому как хочется. Почему ближе отдельно стоящий или сетевой, или сетевой, а не отдельно стоящий. Свои варианты ответов вы можете присылать на наш номер WhatsApp, 2306191, 2306191. А мы приступаем уже к нашей программе. Сколько, скажите, пожалуйста, сейчас объектов уже у «Лаги»? На данный момент у нас 11 «Ганбэев». Если мы говорим про Ригу, 3 «Дарте» и 9 магазинов «Лаги гастрономии». Если говорим о Прибалтике, то в Эстонии сейчас 1 ресторан «Ганбэй» и 6 ресторанов «Ганбэй» в Вильнюсе и Каунусе. Ну, в Литве. Впечатляющие цифры. Ну, и по франшизе работают 3 ресторана достаточно успешно в Белоруссии и в городе Минск. Это, я так понимаю, недавно произошло, что касается Белоруссии. В прошлом году. В прошлом году, да. Ну, и как вы сами считаете, каково это быть самым крупным сетевиком? Все удары на себя принимать. А я так понимаю, что именно вы те две прекрасные блондинки, которые должны оставаться стойкими, где-то жесткими, чтобы все это не распалось, чтобы все это только росло, развивалось. Вот ваши последние слова тому подтверждения. Можете выбрать, кто ответит. Каково это? Управлять сетью, конечно, и сложно, и на наш взгляд очень интересно. Если бы сейчас нам предложили, ну, мы как-то между собой говорили, скажем, ну, продать нашу сеть, вот, например, то, что нам там неоднократно предлагали, и открыть заново какой-то отдельно стоящий ресторан. И мы точно понимаем, что нам бы было как-то, наверное, скучно. Да, мы сделали бы очень быстро то, что нам кажется на данный момент жизни более актуальным для того ресторана, который бы мы открыли. Но у нас уже голова работает, как у сетевиков, это все совсем по-другому. Все, что мы делаем, это какие-то такие серьезные, ну, скажем, даже вложения. Если мы что-то делаем, это все идет на сеть. Это огромный корабль. И если случается какая-то пробоина, она случается очень больно. И все, что мы делаем, ну, наверное, не каждому человеку может быть интересно, потому что это вся жизнь. Это вся наша жизнь, которая с утра до вечера у тебя голова работает только на тему твоей работы. Правда, очень трудно отвлечься у Наташи маленькой дочи. И вот мне даже как-то всегда, ну, очень, ну, как-то тревожно за то, что очень много времени нужно уделять работе. И, может быть, чего-то не додается дома. Но это наша жизнь, наш выбор. Ну, опять же, ребенок вырос в ресторане, и это, в принципе, наверняка будущий ресторатор. Потому что, когда она уже заходит, она знает все, ну, как должно быть. И спокойно может сделать даже какие-то замечания, ну, мне, ну, указав на какие-то ошибки. То есть уже все идет профессиональная деформация, уже знает, на что обращать внимание. Тайный гость растет. Да. Так же, как и моя дочь. Она вроде уехала за границу, выучилась, получила бухгалавра и магистра, и в итоге вернулась, работая в нашей сети. Что тоже, в общем-то, в наше время, ну, дорогого стоит. Такой же ребенок, который вырос в ресторанах и видит все так же, как вот Наташина дочь подрастает. Это, ну, наверное, такие вещи, которые на сегодняшний момент очень актуальны. Ведь очень многие люди уезжают из Латвии, это же не секрет. И очень мало остается тех людей, кто действительно приходит в наш бизнес работать. Это и есть, наверное, основная сложность, особенно при наличии сети. В сети ведь все должно быть четко регламентировано, стандартизировано. В любой из наших ресторанов зайдя, в Латвии это Литва и это Белоруссия, гость должен получить тот же сервис, то же качество, ту же атмосферу, за которую он пришел. Чтобы у него не было отличий, он находится в Белоруссии, в Эстонии, либо в Латвии. И поэтому для нас какие-то сезонные колебания, скажем, по набору персонала, когда студенты заканчивают учебу, уходят профессионально куда-то в свою сферу работать. Или, наоборот, там заканчивается лето. Ну, сезонные перепады всегда по набору кадров, естественно, очень сказываются в нашей сфере. А имея большую сеть, когда тебе необходимо, чтобы все обучения прошли вовремя, все стандарты, которые нами закреплены, наши сотрудники услышали и поняли и приняли, но это очень мало времени. И поэтому все, что мы делаем, мы должны делать очень быстро. То есть все решения, которые принимаются, они все должны были быть притворены в жизнь вчера, естественно. И все, что связано с обучением, мы не можем себе позволить раскачиваться. Ну, конечно, у вас уже определенный ритм. И в условиях, вот как раз про то, что вы сказали, ежегодно тысячи просто человек уезжают из Латвии, и остается все меньше и меньше. Вот я чуть позже хотела задать этот вопрос, но раз уж мы его начали сейчас обсуждать, да, откуда вы берете этих людей, чем вы их привлекаете, как вы их мотивируете потом остаться. Потому что, ну, на мой взгляд, самый, ну, такой приоритетный плюс работы в сети – это, конечно, рост по карьерной лестнице, чего отдельно стоящий ресторан зачастую предложить не может. То есть, если ты там официант или старший официант, менеджер и, в конце концов, директор, то это все. Здесь, я так понимаю, можно расти и дальше, и становиться региональным каким-то представителем и так далее. То есть, окей, с мотивацией, ну, в принципе, я понимаю. Ну, наверное, по поводу мотивации, то, что вы сказали, ну, яркий пример – это я. То есть, я пришла после университета работать в компанию, работаю 16 лет. То есть, пришла, я три дня поработала официанткой, потом помощником администратора, как раз когда НЭО открывалась. Затем помощником директора, директором, потом год отжила в Литве, когда запускали проект в Каунасе. Мы с коллегой отжили, как бы вот именно создавали все стандарты, вот все, что связано было именно на литовской базе. И уже после возвращения, да, я стала помощником Натальи Павловой. Ну, вот, я думаю, что это потрясающий пример для молодежи, что, просто когда меня тоже там спрашивают, а что значит карьерный рост в ресторане? Ну, пожалуйста, вот карьерный рост, можете всегда написать Наталье Андреевой, она вам ответит, что это такое, или послушать нашу передачу. На самом деле у нас в коллективе очень много ребят, кто именно из официантов и дорос до должности директора. Да, конечно, все хотят расти еще выше, но они стараются и помогают. Мы вместе сейчас ездим и то, что Литвы касается, и то, что Эстония, ну, работаем командой, тот, кто именно хочет еще дальше развиваться. А Виктория, как раз-таки одна, ну, еще один оперативный директор, она тоже отработала какое-то время официанткой, затем администратором, тоже вот является оперативным директором у нас в компании. Ну, это вот такие, скажем, положительные, да, стороны, но всегда во всем есть две стороны медали, и в том, что люди говорят и думают. Как вы относитесь к тому, что, ну, где-то что-то напишут, какой-то отзыв в Фейсбуке? Насколько близко к сердцу вы сейчас, спустя столько лет, это принимаете? В самом начале вы как раз сказали про тот панцирь, который у нас нарос, но он не такой все-таки крепкий, и, конечно же, когда мы читаем и что-то понимаем, что пишут люди, к сожалению, не совсем так, как это есть на самом деле, ну, просто как-то эмоционально, только потому, что они, ну, что-то сделали не так в нашей компании, скажем, вынуждены были ее покинуть. Ну, всякие такие случаи. Кто-то что-то слышал, недопонял, недосказал. Конечно, все равно присутствует эта обида. Но какая бы информация, какой бы сигнал ни поступал, мы всегда стараемся продумать, почему это так, что могло спровоцировать какую-то информацию, которая, ну, нам кажется неприятной, например, которая где-то прошла, или какие-то домыслы, слухи. Мы все равно стараемся понять, или какие-то жалобы, если поступают. И, к сожалению, часто бывает так, что мы находим какие-то мелочи, из-за которых там гость подумал так или так, что-то воспринял не так, как мы бы хотели, чтобы это происходило в нашей сети. Человеческий фактор, к сожалению, он настолько непредсказуем в нашем бизнесе особенно. Ведь мы работаем, мало того, что мы работаем все между собой в постоянной связи, мы ведь работаем на гостя. Гость приходит тоже с разным настроением, с разным восприятием того, что бы он хотел получить, например, какой сервис или какое качество. Но мы всегда во всем разбираемся досконально. Да, очень тщательно. И, наверное, это и есть вот та возможность нам быть теми, кем мы являемся. Мы ничего не пропускаем мимо себя. На всё всегда ищем действительно причины. Нет, ну это абсолютно грамотный подход. И если бы вы так не относились, вряд ли бы это существовало столько лет. Ну, кажется, это очень логично. Опять же, конструктивная же критика, она наоборот двигатель, в том числе и наш. Не всегда мы оказываемся правы, мы ошибаемся, мы признаём эти ошибки, мы работаем благодаря тому, что нам подсказывают. Чаще с жалобами разбираемся мы, то есть оперативные директора. То есть мы это не воспринимаем, о, там, что-то такое ужасное сделали, ну, если такое случилось. Ну, да, всегда есть обратная связь с гостем. Ну, даём, извиняемся, компенсируем всегда. Не так часто это бывает, конечно. Не так часто, да, но всегда по максимуму вкладываемся в этот ответ. Часть. Просто я думаю, что многие из наших жителей, да, замечали огромные очереди в торговых центрах именно перед вашими заведениями. Как вы считаете, вот в чём секрет этого феномена? Почему именно к вам всегда стоят очереди, чтобы поесть и просто провести время с семьёй? Ну, вот так честно, если. Как вы думаете, с чём это связано? С удачно выбранной локацией, с удачно подобранным меню и расположением. Ну, то есть это же много, может быть, факторов. Ну, удачно выбранная локация не всегда так. И, кстати, когда мы открывали первый Ганбэй, это было очень смелое решение. Мы открывали ресторан в торговом центре в Риге с официантским обслуживанием. Рестораторы... Это Горига было? Это было в мульсе. И сразу встала очередь с первого дня, она стояла долгое время. И что было очень интересно, что потом, когда к нам уже приходили ребята принимать, ну, как бы хотели к нам устроиться на директорскую должность, рассказывали, как они сами ходили. Те, кто руководил ресторанами в Старом городе или в Тихом центре, ходили там с владельцами или там сами смотрели на то, что мы открыли и крутили у виска. Типа, ну, вообще странные люди, кто к ним пойдёт. Вот, когда действительно мы доказали, мы быстро открыли как-то один за другим три ресторана первые. Вот это сразу пошло как действительно такое спонтанное сетевое решение. Хотя открывая первый ресторан, у нас вообще мысли не было тогда о том, что это будет большая сеть. Я бы про это не знала. Я думала, что сразу как-то это был план такой, охватить рынок. Ну, если учесть, что все удивлялись, то мы тоже были, ну, совсем зелёными в этой сфере. Мы не учились ресторанному бизнесу, тогда у нас это и не актуально было. Мы закончили университет, физмат, факультет. То есть, в принципе, это то, что завершилась вот эта вот советская эпоха, и всё как-то закрутилось по-другому, вынудило нас думать и решать, чем же мы будем в этой жизни заниматься. 2002 год. Да. То есть, вот только начало. Да, и всё время такое было тяжёлое. Да, в 93-м мы открыли свою компанию. Когда мы её открывали, мы не открывали только потому, что мы к этому готовились по жизни. Так вот как-то всё сложилось. И вообще в нашей жизни очень много играет, наверное, господин случай в том, что происходит. Наверное, есть везение, но, безусловно, есть наше трудолюбие. Наше трудолюбие, энергетика, наверняка это всё вместе как-то и сложилось. И вот когда мы открыли вот этот первый ресторан Молси, вот сейчас почему-то вспомнила, мне кажется, что это тоже довольно забавная была история. Ведь многие до сих пор думают, что мы в своих ресторанах подаём всё как бы на манер фастфуда. То есть, у нас наварены супы, стоят заготовки в холодильниках. И вот когда мы открывались в Молси, мы привезли шефа, который до сих пор работает у нас шефом всей сети ресторанов Ганбэй на все четыре страны. Наш Биг Босс, как мы его называем. Бренд-шеф, да? Да, бренд-шеф. Дипрам. Он приехал к нам из Москвы, до этого он в Москве работал много лет шефом в большом бизнес-центре. Как-то они не поладили с новым управляющим, и тут появились мы на горизонте, и он с удовольствием согласился поехать в Ригу, в маленький город после Москвы. И вот в этот первый ресторан стоит очередь, а ему нужны были такие длинные, большие поварёшки, которые мы привезли тоже из Москвы, из китайского продукта. И вот эти поварёшки одна за другой, потому что он уже сам давно не готовил, он стоял у плиты, и стояли наши местные ребята, которые за три дня научились что-то готовить. И вот этими поварёшками у нас стоит такой стол огромный возле плиты обычно, и на нём очень много всяких специй. И он должен, вот эти люди, которые стоят и сейчас все на основной позиции, они должны уметь вот так помакнуть вот этим вот длинной вот этой поварёшкой в ту или иную специю, чтобы вот этот вкус, который будет у этого блюда, соответствовал вот в одном и в другом ресторане тому стандарту, который был когда-то задуман вот нашим шефом, бренд-шефом. Ну то есть вам кажется это всё потому, что передалась эта традиция ещё с 2000-х годов, и люди запомнили этот вкус, они знают, как это должно быть, и где-то, наверное, даже на таком психологическом уровне они хотят возвращаться, поэтому эти очереди всегда есть. Ну если к очереди возвращаться, то да, может быть, но мы дали хорошее качество еды, при этом не поставив высокие цены, скорость обслуживания и, в общем, я думаю, атмосфер. Во-первых, локация по всему городу, да, наверное, удобная, в том плане, что да, тебе довольно недалеко можно добираться до того или иного ресторана. Ну и не только добираться, если вы провели день за там шопингом, и мы по себе знаем, ты всегда проголодаешься, если там 2-3 часа погулял по этим магазинам, по крайней мере выйти там на, точнее зайти на кофе или на чай, то точно зайдёшь. Ну если мы говорим о Скайе, то там скорее едут в Ганбэй, чем... Скайон Мор на Дун, то есть там. Да, там иногда люди шутят, у вас слишком длинный коридор перед вашим рестораном. Да, 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 да. Ну а вам, Наталья, как кажется? А мне кажется, что вот то, что я Наталья сказала, конечно же, это качество еды, цена, это доступность. То есть вот любой человек может себе позволить сходить в Ганбэй. Ну то есть он не задумывается, ну в принципе не нужно думать, сколько у тебя денег из собой, мы в принципе рады любому гостю. То есть сколько бы у тебя не было денег, мы всегда сможем этого гостя порадовать. Ну и опять же, конечно, уровень посуды, уровень обслуживания, он выше, чем цена. У нас всегда в голове мысль о том, чтобы дать человеку больше, наверное. За ту сумму, которую он готов потратить. Мы стараемся все модные тенденции использовать, естественно, в том, что мы предлагаем старанию. Так, нужно сделать небольшую рекламную паузу, вернемся. В эфире «Открытая кухня». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Валерий Иванов, у нас сегодня гости из сети «Лаги» генеральный директор Наталья Павлова и операционный директор Наталья Андреева. Пришлось очень резко, к сожалению, прервать нашего гостя, еще раз извиняюсь. Просто у нас, на самом деле, очень много всего, чего хочется обсудить. А времени, как всегда, мало на что, я всегда ворчу в конце передачи, уже заметили, наверное. Давайте продолжим тему именно с гостями. Это то, что, ну, почему-то мне вот как-то больше всего хочется именно их обсудить. И обязательно нужно вот нам еще напомнить, что конкурс у нас действует. Вот, значит, можете присылать свои варианты-ответы на номер 2306191, 2306191. И вопрос такой, почему вам ближе сетевое место, чем отдельно стоящий ресторан? Или наоборот, почему вам отдельно стоящий ресторан ближе, чем сетевой? И разыгрываем 50 евро, подарочную карту в сеть «Лаги». Итак, гости. Как вы считаете, почему вот большинство как раз людей ошибочно иногда вас судят? Это то, о чем я не раз, кстати, писала, что у человека, который ходит в рестораны, должно быть понимание, что есть ресторан, который находится в торговом центре, и в нем есть то, что вы только что, Наталья Андреева, что перечислили и скорость, и то, что за какую-то минимальную стоимость можно получить много-много всего, и поесть, и попить, и посидеть в красивом месте. Почему эти люди считают, эти посетители, что тут все должно быть как там в Винценте? То есть нет в голове классификатора определенного, да, ну понимаете, о чем я. Они идут к вам и хотят все, что было в Винценте, хотя платят, естественно, в три раза меньше. Как вот это поменять в умах наших жителей? Потому что, да, они должны понимать, что это функционал, это скорость, это большие там порции и адекватные цены. С чего в Винценте нет, естественно, на контрасте другое место. Ну мы все-таки, мне кажется, стремимся к атмосфере. Пусть, ну, Винцент это, ну, конечно, не Винцент атмосфера, но она в любом случае, ну, в наших ресторанах мы стремимся к тому, чтобы это было атмосферно, чтобы в любом случае, как и в Винценте, они получили качество обслуживания. То есть это не значит, что там, не знаю, у человека 5 евро, но мы стремимся к тому, чтобы он получил самого высокого уровня обслуживания. А если мы говорим про посуду, то, опять же, ну, у нас не цель сэкономить, мы в любом случае стремимся к тому, чтобы у нас было все самое лучшее. Ну, то есть это касается и посуды, и бокалов, и приборов. То есть, но при этом и еда, как бы, опять же, сейчас, примерно, наверное, через 2 месяца будет обновляться меню Ганбе, то есть будет меняться подача, будет опять меняться посуда, ну, частично, но это будет. И мы стремимся к тому, чтобы, да, за небольшие, но уровень должен быть высоким. Мы сами подняли эту планку, получается. Да. Сами задали тон. Вот, я это хотела, слушайте. То есть, да, мы хотим сами, у нас внутреннее желание дать гостю нашему, несмотря на то, что в основном все рестораны в торговых центрах, ту возможность, которую он может получить и в отдельно стоящем ресторане. Но при этом цены наши в среднем сегменте находятся, а качество еды мы подаем, как в хорошем, действительно, европейском ресторане. При хорошей сервировке, при хорошем качестве обслуживания. То есть мы сами как бы задали этот тон, и получается, что, да, иногда гости не понимают, почему у нас что-то получилось не так, почему стоит эта очередь, а его не пускают без очереди, почему он не может сделать резервацию, хотя мы держим много столиков, большой процент под резервацию, но они все зарезервированы в выходные дни. И, конечно же, мы обслуживаем в плане таком поживой очереди, кто-то этим недоволен. Ну, у вас, вы начинали с Ганбея, это восточная кухня, да, как Аустрому Виртове, пишется правильно, ну, под Ганбеем, насколько я помню. Как появилась идея открыть кардинально вообще противоположный концепт для арты итальянский ресторан? Мы много путешествовали по Италии, нам всегда очень импонировала итальянская еда как таковая. И нам очень хотелось нашему же гостю дать возможность приходить в наши же рестораны уже за другим каким-то вкусовым ощущением. Человек не может на каждый день, хотя у нас есть и такие гости, которые приходят, правда, к нам каждый день, или, по крайней мере, скобильно раз, там, или два в неделю, или все выходные. Мы хотели дать возможность тем людям, которые доверяют нам, которые с нашей сетью, там, все эти годы, вот еще другую возможность. Итальянскую, настоящую, хорошую кухню. Нам самим хотелось этого вызова, потому что Ганбей, он более такой приглаженный, наиболее четкий и понятный нам. А создавая де-арты, мы должны были создать другую атмосферу. И, кстати, были определенные, сделаны нами даже небольшие такие ошибки, которые в связи с тем, что мы все время куда-то бежим, торопимся, торопимся, мы делали по принципу построения сетевого ресторана на а-ля Ганбей. И вот сейчас мы внедряли новое меню, которое стало более, на наш взгляд, интересным, более эксклюзивным в дарт и понятным. Мы разошлись немножко, ну, развели эти два проекта, потому что было такое ощущение, что даже по дизайну эти меню шли уже в одном ключе. Приняли нового дизайнера, все, ну, как бы, сами от этого получили неимоверное удовольствие. Даже удивительно, поменяв там униформу, меню в другом направлении. Вот правильно вы сказали, что это диаметрально противоположное. Нет, вообще, я просто какое-то время не была в Риге, и когда я сюда приехала и первый раз там пошла в дарты, я не знала, что это связано с рестораном. Еще это давно было, пару лет назад. Ну, месяц назад мы еще больше смогли вложить туда свои души и какие-то... Опять же, мне кажется, ну, как бы, с появлением Ольги, ну, третьего операционного директора... Передаем привет Ольге. Да, передаем привет Ольге. Опять же, ну, вот новая волна. Появился Юрий Ковриженко, который вот известный шеф-повар, который помог, ну, переработать наше меню. А Ольга, она внесла именно в сеть дарты какую-то такую движуху. Какую-то душевную движуху. Душевную, да. Мы действительно больше привыкли вот все так вот приглаживать. И нам очень приятно, что у нас появилось вообще какое-то новое видение благодаря ей и дарты ресторанов, и наших магазинов, в которых сейчас тоже меняется очень много, благодаря вот мировоззрению и восприятию Ольги. Ну, то есть свежие какие-то взгляды тоже приветствуются в нашей компании. Ольге будет, безусловно, приятно слышать такие слова о себе. Это третья блондинка. Да. За этим столом, который нет, к сожалению, сегодня. Но передаем ей привет. Думаю, что это, правда, ей будет очень-очень приятно. Но мне кажется, вот есть такой момент, когда я готовилась к программе, я такой сделала, небольшой социальный опрос среди людей, которых я знаю и не знаю, что люди, воспринимая, ну вот, например, я сижу в субботу и хочу сходить на романтический ужин, да, и у меня есть выбор пойти в Ганбэ или в Дарт. Людям ближе пойти на что-то такое более официальное, ну, если у них какой-то прям повод, да, в Дарты. Это связано с тем, что кухня итальянская, она больше у нас ассоциируется с каким-то вот походом официальным, да, а восточная больше ассоциируется там, ну, пообедать, с друзьями посидеть. Или это с чем-то другим у людей? Вот, потому что там, условно, 8 человек из 10 сказали, я пойду в Дарты по такому поводу. Я думаю, что в эту бы субботу они пошли в Дарты, а через субботу, да, опять же, зависит, наверное, с кем встречаешься, где встречаешься. Ну, по крайней мере, у меня знакомые, ну, нет такого, что выбирают именно Дарт или Ганбэ. Это, скорее всего, даже один и тот же гость. Если, находясь, например, в Плазе, можно в обед увидеть Дарты, то есть, ну, у гостей, то очень большая вероятность, что вечером этих же гостей можно увидеть Ганбэ. Иногда наоборот. От чего это зависит-то? Ну, и от компании, наверное, тоже. Ну, вот... В Дарты все-таки индивидуальная подача, а в Ганбэ это традиционная коллективная подача. То есть можно прийти вдвоем, взять два разных блюда и друг у друга пробовать или вчетвером, в шестером и сервировать, да, как это наши белорусские коллеги говорят, в стол. То это совершенно, как бы, ну, другое ощущение. То есть ты приходишь и, как бы, садишься в круг. То в Дарты, наверное, если действительно вы особенно вдвоем идете, это другое ощущение при индивидуальной подаче. Чисто психологически, да, то, что не тушер, да, каждый что-то попробует, а вот каждому своя тарелка. Ну, может быть, да, действительно, с этим связано. Там просто, ну, опять же, был такой, были такие, точнее, ответы, и мне хотелось услышать вашу интерпретацию, как вы считаете. Как вы относитесь к своим конкурентам? Потому что я вот помню, когда я была маленькая еще у нас, я училась до седьмого класса, в 22-й школе, и на Брибебас там, забру на некую, был пицца-джаз, помните, было такое заведение? Как я его любила, мы после школы с родителями сходить туда, там что-то, пиццу какую-то съесть. Вот, потом начали появляться еще какие-то заведения, да, ну, не будем там их упоминать, да, не про них, но вы выстояли, потому что про другие сетевые я слышу достаточно часто, да, они скоро закроются, да, ничего не вкладывают, да, у них там уже ремонт, посмотри на их кресло, как это все выглядит, у них это меню, которое сто лет не менялось, официанты, которые, ну, там, которых нигде не берут, ну, много чего в городе говорят, да. Как у вас отношения к ним? Вы с ними в дружных, или вы их считаете, вот прям соревнуетесь, ваши отношения? Ну, наверное, чем сильнее игроки на рынке, ну, те, кто остаются, остаются-то только сильные в данное время. Ну, отбор такой. Ну, это подначивает, это заставляет в любом случае… Работать. Да, работать. И много работать. Сделать лучше, чем делаешь сейчас. Угу. Ну, это опять же такой прогресс, да, движение вверх. Очень приятно смотреть, ну, не знаю, сейчас какие-то новые заведения, там, допустим, открывалось новое крыло Альфы, появилось следо на Альфе, в Айрексаус появилось, например. Приятно смотреть, что люди работают на своем меню, над дизайном, и мы стоим все рядом, и, в общем-то, я думаю, что у всех у нас дела идут неплохо. До этого мы в спице стояли рядом. Это, наверное, как раз те сети, которые тоже находятся в торговых центрах, и мы не делим гостя. Возможно, гости ходят и к нам, и к ним, но у нас нет такого ощущения, что мы какие-то конкуренты, прям конкуренты. Вот мы на Альфе встали втроем, и в наши крыло реально приходят гости. Или, наверное, взаимоуважение, ну, с их стороны. А по-соседски помогает друг другу, не знаю, кассовая лента кончилась, или там что-то случилось, и там, пожалуйста, нужны руки, или вот такие бывают ситуации? Бывают такие ситуации. Нет, такое, нет, это вот моя хата с краю в виде... И лед иногда, мы им, а не нам. Ну, вот я хотела про это как раз и узнать, потому что, ну, для многих людей кажется, что это прям такие враждующие, вечно соревнующиеся. На самом деле, просто, наверное, разные направления, ну, как мне кажется, как гости, прежде всего. Я не могу поставить это всё в одну линейку. Это разные кухни, разный концепт, какие-то большесемейные рестораны, какие-то ориентированные на забежать за друзьями после шопинга, съесть там какие-то индийские или японские закуски. Ну, так, что всё-таки, всё-таки это разное. Немножко нам нужно отойти от темы такой творческой, про которую мы сейчас говорили, именно про персонал, про иерархию, насколько сложно и как долго вы шли к тому, чтобы выстроить эту правильную иерархию. Распределение людей, распределение должностей, ну, вот вся эта система. Ведь без неё это как единый муравейник, оно не могло бы держаться. Кажется, что всё выстроено, всё работает, всё стандартизировано. На самом деле, это живой механизм. И постоянно происходят какие-то переделки, принимаются какие-то другие решения. Всё время задаёшься вопросом, почему мы это делаем так? Ну, и часто бывают ответы, а так не надо. И понимаешь, что ту же иерархию её нужно перестраивать каким-то образом. Не так глобально, потому что всё-таки в нашей сети за столько лет, благодаря нашей наработке, всё хорошо работает. В частности, когда белорусы у нас купили франшизу, очень много, вот там мы поняли, что можно делать не так. На примере просто другого менталитета, другой страны, другого рынка. Именно по поводу иерархии, так как там выстроена эта пирамида вот именно менеджерского состава, ну, в принципе, персонала, как бы вот там выстроили вот эти все вот, то, что Наталья пытается, ну, озвучивает, то, что вот эти ошибки. И они сейчас за основу взяли именно, ну, то, что у нас хорошо. Наше строение и рестораны стали действительно прибыльными и хорошо действительно стоящими на ногах на рынке в Минске. Собираются открывать ещё два ресторана в ближайшее время. А вы отправляете своих директоров для передачи опыта, стандартов туда? Да, да. И контроль качества постоянный существует. И, в принципе, в выездные туры, вот сейчас Наташа как раз вернулась с двумя нашими руководителями из Литвы. Три дня они с утра до вечера проверяли наши рестораны. На следующей неделе поездка в Таллинн. То есть всё время, да, что-то происходит, и рука на пульсе должна быть постоянно. И если расслабляешься на какое-то время, правда, ты очень чётко чувствуешь, что расслабляться нельзя. Нужно постоянно следить за всем. И всё, что связано с контролем, это постоянный процесс. И наша команда руководителей всё время проходят какие-то тренинги, обучения, всё время какая-то система отчётности работает. Иначе, естественно, в сети всегда найдётся тот, кому не очень хочется делать что-то самому. Это же огромная сеть и очень много сотрудников. И чтобы каждый сотрудник был под контролем вот в этой пирамиде. Вот этот контролирует этого, этого и так далее. А кто это сотрудник, брендированный логотипом Лаги? Как вы себе его видите? Я не про внешнее, а про внутреннее. Вот там пять качеств. Он обязательно должен быть? Хороший вопрос. Сеть растёт. Мы говорим просто в общем. Ну, не про какую-то конкретную должность. Да, 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 который будь то официант или в перспективе директора, вот он должен быть какой? Чтобы был с вами на одной волне, чтобы вы были вот одной большой семьёй. Открытым к знаниям. Энергичным. Ну, лояльным он наверняка станет потом. Ну, я имею в виду, что он обязательно, те, кто попадают в компанию, они проникаются. И вот на самом деле очень долго потом работают. Основная масса. Какая-то должна быть наверняка внутренняя самодисциплина. Вот это внутренний моторчик, желание, ну, не то, чтобы находить что-то дополнительно и решать проблемы, что-то, ну, то, что внутри двигает человека. Ну, то есть, ещё два качества. Опыт, наверное, нет. Мотивированность, наверное, на гостя. Лояльность и... Вот это вот желание доставлять удовольствие. Ну, вот... Не лакейство как таковое, а вот действительно желание... Получается удовольствие от того, что ты увидел довольного гостя. То есть, это на любой должности, будь то повар, чтобы вот это вот было внутреннее желание, чтобы гость, который пришёл к тебе, ушёл довольный. Ну, понимание, конечная цель. Для чего я это вообще делаю? Для многих, тоже то, о чём я часто говорю, для официантов, сервис заканчивается тогда, когда принесли счёт. На самом деле, он заканчивается тогда, когда гость вышел, уже там 10 метров прошёл, потому что я всегда сравниваю это с домом. Мы же не провожаем, не оставляем своих гостей, да, которые у нас поужинали. Ну, давай, иди сам там, оденься, там... Да. Сам все такси вызови, сам уйди, и всё. Мы проведём, пожелаем хорошего вечера. Обязательно пригласим на следующей неделе зайти ещё раз. Всё то же самое происходит в ресторане, только... Ну, это касается любой должности, даже если мы говорим о посудомойщице. Ну, то есть, нам важно, чтобы она тоже была заинтересована, чтобы гость ушёл довольный. Конечно. Ну, что и командная работа. Это единый механизм. А сколько человек у вас сейчас в компании работает? Были ли? 250. Боже страшные цифры. Да, это про Латву. 200 в Литве. И 25 в Таллине. Ну. Какая-то из этих команд сможет порадовать человека, который выиграет в нашем конкурсе. Сегодня наш продюсер, Аркадий Касьянов, как всегда, помогает уже с конкурсами. У нас есть какие-то результаты? Да, у нас есть несколько вариантов. И есть один вопрос. Я не знаю, у нас есть время ещё? Наверное, уже мало. Аркадий Касьянов нам подскажет. У нас есть три минуты. Тогда да. Тогда мы сразу переходим к конкурсу. А вопрос мы оставим… Вопрос оставим на потом, да. Да. Значит, варианты ответов такие. Антон нам пишет. Самое главное удобство сетевых ресторанов – предсказуемость. Ты всегда знаешь, какие блюда ждать, и знаешь, что они вкусные. И это во всех ресторанах сети. То есть предсказуемость слэш стабильность, да? Да. Следующий вариант. Очень хороша сама идея. И сетевые рестораны, потому что всегда знаешь ассортимент и ценовую политику. При наших зарплатах совсем нет желания получить неожиданный для себя счёт. Ну да, вот это как раз цена. Как раз цена, качество, сколько можно хватать, да. Сетевые рестораны лучше, чем отдельные, потому что там демократические цены. Можно предвидеть меню, предложение блюд, вкусы, уровень и стиль обслуживания персонала. Побывав в одном ресторане, как будто бы побыл уже во многих, ну, в сетевых. Так, и ещё, значит, у нас замечательный вариант. Сетевой ресторан сетевому ресторану рознь. Но отдельно стоящие рестораны хороши, когда они маленькие, уютные, столиков на 6-7. Большие отдельно стоящие рестораны часто проигрывают сетевым, особенно таким, как улаги. Приятно. Спасибо нам. Да, то есть нам нужно выбрать победителя в этом конкурсе. Первый сказал про предсказуемость, стабильность. Второй про соответствие цены и качества. Третий про демократические цены. Да, и про то, что по одному ресторану можно уже судить по другим ресторанам сети. Да, и замечательный. Ещё был вариант последний. Ну, человек предпочитает маленькие, уютные отдельно стоящие рестораны. Значит, он за отдельно стоящие. Да, что большие проигрывают сетевым. Ну, какой вам вариант, кажется, достойный победы? Первый, потому что первый. Предсказуемость и стабильность. Ну, мы поздравляем тогда нашего победителя. Есть у нас человек, которому… Первый, да, Антон. Да, Антон, да, поздравляем вас, Антон, с выигрыша конкурса. Администратор с вами свяжется после эфира. У нас, Родион, подскажешь, сколько остаётся времени? Времени нет. Большое вам спасибо за то, что пришли и были открыто говорить в программе «Открытая кухня». Представители сети Наталья Павлова, генеральный директор, Наталья Андреева, операционный директор. Хороших вам праздников. И до встречи в следующий понедельник «Открытая кухня». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует.